Ну что, друзья, мы наконец-таки с вами дождались этого события. Аж с 2019 года мы ждали появления этой карточки FIFA. Именно тогда Кай Уолкер встал в ворота и даже несколько сейвов понадел. С тех пор все FIFA комьюнити просило эту карточку. И вот, наконец-таки, спустя сколько там лет? Так, 19, 20, 19, 20. 5 лет, блин, пацаны, 5 лет. Мы ждали появления этой карточки. Почему так долго? Ну, это Electronic Arts, sorry. Вот такая вот интересная карточка появилась у Кайла Уолкера на воротах. Метр 83. Звучит не очень убедительно, но давайте проверим. У Кайла Уолкера прописаны внутриигровые статы на поле. Собственно, вот, заходим на футбин, видим карточку Уолкера. Это его вратарские статы, а это уже статы непосредственно полевые. В теории, знаете, какой финт можно провернуть? Уолкера перестроить на поле, а Мануэля Нойра поставить на ворот. Ну, типа а-ля эксперимент. Хотя с экспериментами я, пожалуй, завязываю. Я что-то недавно выпустил ролик, где потел, пыхтел и быстро отыграл Викенд Лигу. Монтаж занял просто невероятное количество времени. А по итогу 10 место из 10 самый худший просматриваемый видеоролик. Я, пожалуй, ограничусь паками и геймплейчиком. Но если вдруг вы каким-то причинам пропустили этот видос, ссылка будет в описании. Так, ну что, давайте я вам представлю свой состав. Преимущественно он состоит из новых карточек оборотень. Потратил практически все свои бабки, чтобы затестить этот склад. На воротах Кайл Уолкер. Справа у нас будет стоять новая карточка Руссельона. На центральном защитнике наш старый знакомый Бейкер. Он нужен для того, чтобы сделать все красиво и симметрично. Сыгранность будет 33. Слева от него Буфон. Буфон на ЦЗ, друзья. Я не знаю, как это бы относиться, честно. Слева у нас новая карточка Кумира оборотня. Это Баласк. 93 рейтинг. Статы шикарные. Будем тестировать также. Два центральных, просто шикарнейших полузащитника. Зейдорф. Рейтинг 95. Я думаю, что эта карта должна меня удивить. И слева рядом с ним Уиш Фигу. Мне очень нравилась его ППшная версия. Тут вуаля. Теперь он на ЦПшнике. Два фланговых игрока, друзья. Майя Гетца на троечке с короночкой. Опять же, ну, тут нет смысла говорить про каждую карточку, что у них статы сумасшедшие. Тут уже будем смотреть по своим каким-то внутренним ощущениям в игре, потому что, ну, всем рисуют какие-то сумасшедшие статы. На левом фланге у нас будет играть Пепе. Ну и, друзья, атака. Вы к этому не готовы. Сол Кэмпбелл. 99 скорость. 89 удар. К сожалению, нет пятерочки на финтах. Вы знаете, у кого она есть? У Харри Магуайра. Пять финты, четыре слабые. Самый мемный персонаж в истории футбола. Будет интересно затестировать эту карточку. Умеет несколько талантов. Бегает на ленте. Рост метр девяносто четыре. Ух, какая банда, пацаны, собралась. Посмотрите на эту шикарнейшую команду. Я надеюсь, что вы уже при фаером поставили лайк под этим видосом. Как вы знаете, я попрошайничаю. Да, в последнее время лайкусики очень важны для меня. Особенно, когда я записываю не пакетики, а геймплейчик. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Респектим за это. У них на сайте вы можете найти множество различных спортивных дисциплин, которые вы можете поставить в ставочку. У них есть удобнейшее мобильное приложение. А если вы еще, друзья, пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. А если, пацаны, вы хотите открыть пакетики, собрать себе крутой состав, либо же просто поддержать мою деятельность с сочкой на мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, ну и, собственно, где тестировать эту команду? В пятом дивизионе, либо же в футч чемпионс? Ну ладно, поехали. В отборах соперники посильнее встречаются. Так, ну и давайте посмотрим на состав соперника. Варан, Кимпэмбэ, Рабьё, Чех, Месси, Тотц. Для первого матча это очень сильный сквад. Так, Пепе. Хорошо, Пепе. Оп, микродриблинг. Оп, наебал. Ага. Так. Так. И Сол Кэмпбелл. Что? Кэмпбелл, алло, блядь, ты с метра не забиваешь. Ой, друзья, чувствую, у нас веселый выпуск ждет. Это, это, конечно, было невероятно. Как можно было с метра промахнуться, блядь, будучи кумиром, блядь, оборотнем с такими выкрученными статами. Так, я, конечно, специально не буду давать бить сопернику. А он и сам, собственно, ударит. Я только хотел сказать, ну, типа, для теста Уолкера нужно, чтобы соперник поворотом бил, а он сам ударил и забил. Бля, какой он тяжелый. Тяжелый Магуайр. Ой, блядь. Да, реализация на двоих, конечно, сумасшедшая. Так, бэйк. Вставай. Он вот как будто специально не хотел к этому мячу подходить. Он три часа вставал. Как-то долго шел, блядь. Вот эти анимации дебильные, блядь. И Кеза выходит на ударную позицию. Уолкер ничего делать не может. Да, пока что, конечно, печально. Все, два удара в створ и два гола. Блядь, я хочу лонгшот за Магуайра, пацаны. Вы как хотите, а я ударю. О-хо! Добей! Да добей, блядь, урод! Пиздец! Вот это лонгшот от Магуайра. Сейчас мог залететь. Ну, пиздец. Ну, его ответ на атаке. Блядь, ну что за защита у меня, ебаная, Уолкер? Блядь, три удара в створ и три гола. Ну, ебануться просто. Так. Хорошо. Кэмпбелл! Он даже в створ не попал, Кэмпбелл. Ебать. Это просто, блядь, ужас какой-то. Кто за команду легендарную я собрал? Не, ну, блядь. Четвертый. Ой-ой-ой, первый сейв. Ну, там удар был супер лайтовый. Я думаю, даже я бы там вытащил. Еще один сейв. Вау. Ну-ка, Магуайра. Хорошо, Магуайр. Первый пошел. Подождите. Нет. Уолкер! Так, вы знаете, Уолкер начинает сейвы делать. Я вахуй, блядь. Что залетает, блядь? Не, ну, тут все залетает. Я уж не знаю, блядь. Он мне паузы жмет. Да пошел ты нахуй, блядь. Не буду я никуда ливать. Ну, выиграть мы уже не выиграем. Но, может быть, еще один забьем. 5-2. Может быть... Блядь, ну как он этот подкат сделал? Так, все. Мощный прессинг вебуем. Опа. Давайте еще один забьем. Хорошо. 5-3. Подождите. Так, 5-3. 83-е. Надеюсь, он не будет тянуть. Понятно, короче. Он все обоссался. Хорошо. Тяга. Сильва! Что за сейв, блядь, нахуй? Так, ухонище. Навесище. Блядь. Где мяч? Где мяч? Где я, блядь? Что происходит? Эй! Что я сделал? Хайя Магуайр. 2 плюс 1. Кэмбелл 1 плюс 1. Но в начале матча, блядь, 3 таких стопроцентнейших момента у меня было зарублено, блядь. У меня ударов больше и диджуй больше. Но кого это ебет? Я проиграл. Бутрогенио, Франковский, Мартинелли. Зайдорф. На Магуайра. Магуайр. Хорошо. Это что? Что за финт был? На Кэмбелла. Кэмбелл. Это Кассиляс. Да ладно, все. Типа ты так быстро наигрался. В ужасе просто соперник ливнул. Так, я дал Кэмбеллу сыгранность бомбардир. Может быть это ему поможет. А, у него финишинг 86. Охренеть. Че так мало? Строгино FC. Женоля в атаке. Вместе с Ливандовский и Де Йонг. Ну, сильный сквад. Тут просто не будет. Так, тихо. Буфон еще. Срубил просто. Да нет, ну нет, буфон еще. Ну, блядь. Буфон еще хорошо отпиздил. Женолю без проблем. Вот такой пас. Магуайр! Блядь, ну как хорошо все сделал. Опа. Мяч у меня лол. Тихо. Тап. Без комментариев. Ну, кто если не Харри и Магуайр мог такой курьезный пиздец забить? Что там произошло, блядь? Там смолинг, блядь, стриптиз танцует, блядь, ужасно. Ой. Нет. Нет, съебался. Тут буфонище. Буфонище в соло отрабатывает. Блядь, какой кошмар, блядь. Никогда не думал, что я буду восхищаться. Оборонительными умениями буфона, блядь. Вот что мы играем? Опа. Он сейчас ударит шот пауэр. Это мой подписчик, я понял, блядь. Я понял, блядь. Он еще с строгиной, это недалеко от меня находится. Уолкер! Ништяк! Пацаны, Уолкер, блядь, сейвы делают. Вы что хотели? Хорошо. В одно. И Кэмпбелл! Блядь, иди нахуй, Кэмпбелл. Как ты меня достал уже? Опа. Перехват от Зайдорфа. Зайдорф в центре поля, кстати. Хорош. Блядь, а можно мяч отобрать, блядь? Танцор ебаный. Магуайр побежал. Оп. Оп. А это Зайдорф. Ой. Кэмпбелл в пустые. Нормально. Кстати, две киски встретились. Посмотрите, я только сейчас заметил. Так. Только не на последней сука минуте, блядь. 45-я блядская минута. Не, это точно мой подписчик. Он еще все повторы смотрит. Он знает, что меня это бесит. Я уверен. Ай, блядь. Всю паузу еще вот эту выждал. Ну, блядь. Блядь, сколько игроков у него в центре. Я в ахуе, блядь. Так. Сейчас в одно. В одно. И Магуайр! Хо-хо! Вот это он вколотил. Блядь, а как он заебал этим прессингом? Просто пиздец, блядь. Как, как... Куда, блядь, нахуй этот мяч давать? Заебал ты меня, отъебись. Пепе. Пепе крутится-вертится. Я думаю, здесь вот так вот можно сделать. И Кэмпбелл. Так, а вот и наш следующий соперник. Кровь Мбаппе в атаке. Сейчас быстренько вот так вот сделаем. Прости, пожалуйста, мой соперник. Хочется побыстрее забить. Вот так вот. А это Харри Магуайр, пацаны. Мне сказать больше нечего. Такого жуткого файнаса я в своей жизни не видел. Многие, кстати, считают прям зашкварным делать эти забросы с центра поля. Мне столько людей отписывало. Типа, бля, какой ужас. Как ты можешь там, блядь. Как-то я, блядь, не знаю, человека убил. Ну, если игра позволяет такое делать. Почему мне это не делать? Кстати, я тут забил один ноф. А как вы считаете, это зашкварно или нет? Ну, типа, вот я встречаюсь с соперником, он делает этот заброс. Типа, мне зашкварно в ответ делать? Пацаны, мы играем в игру, где в первую очередь идет движ на результат. А уже все второстепенное. Поэтому играть в благородного принца и, типа, знаете, ждать, пока соперник первым сделает киков. Я не собираюсь. Научитесь контрить и не будет у вас проблем. Вот. Я довольно-таки быстро научился контрить эту срань. Если, кстати, хотите туториал по тому, как делать забросы и как контрить, напишите в комментариях. Может быть, в одном из следующих видосов объясню вам. Опа, Магуайр. На, Магуайр. Блин, он слева так хорошо бьет. Так. И вот так. А это Кэмпбелл. Так, Буфон еще снова делает отборище. Блядь, отличный пас. 10 из 10. Скоки на ногу. Ага, соперник. Ой, без пенальти. Хорошо, пенальти не было. Хорош Буфон еще снова отбор сделал. Бля, Буфон на ЦЗ, пацаны, это какое-то открытие. Давай-давай, Магуайр побежал. Магуайр бежит, пацаны. Бежит, чтоб справа его так вот красиво забил. 4-0, пацаны. Не чувствую. Так, Зейдер хорошо сожрал. Бежит. Магуайр. Еще один, чтоб забил. Не, ну вот тут уже истинный Магуайр проснулся и не забил. Соперник не выдержал. 4-0. Так, следующий соперник. Ля Казетта в атаке. Педрик Лаус. Много красных карточек, наверное, какой-то задрот викинг-лиговский. Последнее время, пацаны, так хорошо сплю. Засыпаю где-то в 11-12 вечера и просыпаюсь в 7-8 утра. И так вот уже неделю живу. Я не знаю, что вообще произошло с моим организмом, как он так резко перестроился. Чтоб вы понимали, я для этого ничего абсолютно не предпринимал. Таблетки не пил. Какими-то там яростными физическими упражнениями не занимаюсь. То есть, по сути, в моей жизни ничего не изменилось. Но при этом так хорошо сплю. Просто решил поделиться с вами вот такой вот радостной новостью. Ой-ой-ой, вот он провал. Нахуй я кидаюсь, нахуй я кидаюсь. Ну, сам виноват, я сейчас пропущу. Да, я кинулся. Так, легкой каточки тут не будет. Как обычно, после легкого соперника попадается какая-то жесть. Но не об этом. Тут Кэмбелл бежит. Блин, как ты меня заебал, Кэмбелл. Ну, блядь, такие стопроцентные моменты этот уебок, блядь, полит. Ну, просто пустые нахуй ворота, блядь. Ну, что тебе надо, блядь? Кэмбелл ебучий. Ну, пиздец. 2-0, пацаны. Блядь, что этот хуй пропускает, блядь, на воротах? Толпоеб, блядь. Не, ну это невозможно. Он все нахуй пускает. Блядь, 4 удара, 4 в створ. Ну, что за хуйня, блядь? Да, я понимаю, у меня вообще ноль в створ. Благодаря моим нападающим. Ну, блядь. Вопросы к Уолкеру имеются. Блядь, нет, это невозможно, блядь. Все залетел. 5 ударов в створ, 5 голов, блядь. Вот ждали, ждали мы эту карточку. А что-то какой-то пиздец, блядь. Ну, прям очень плохо. Типа, возможно, действительно, это рост сказывается. Метр 83. Хотя в каких-то моментах он даже надежду давал. Сейвы делал. А в прошлом матче, ну, 5 ударов из 5 пропустил. Со всех дистанций. Блядь, как жарко еще сдохну, блядь. Когда это лето кончится? Ненавижу лето. Ставь лайк, если ненавидишь лето. Так, Осимен, Бест, Замброт, Зайдор. Ну, такой нормальный сквад. Так, Буфон, нихуя себе качнул, как. На Магуайр. Магуайр в одно. Блядь, ебаный Магуайр. Как ты меня заебал, блядь. Так, фигу. На Кэмбелла. Пытаешь крутиться за Кэмбелла? Ну, я как бы вообще в своем уме, блядь. Так, Буфон еще. Хорошо сожрал. Буфон еще. Еще один отбор. Блядь. Буфон еще. Еще один. Блядь, он просто вездесущий. Сейчас постараюсь гол забить, пацаны. Не обещаю, конечно, но я постараюсь. Так вот сделаем. Вот так вот. Харри Магуайр. С прострельчика забивает. Так, Магуайр снова бежит. И на нахуй. Блядь, вот она машина. Завелась. А, забросы делаешь. Ага. Я вот не делал, кстати, в этом матче. Ну, вот вы как-то несправедливо, да? Потом мне говорите, что я делаю эти забросы. Ну, вот соперник встретился. Эти киков не делает. А я их не делал, блядь. Несправедливо. Буфон. Какой подкат, господи. Ой-ой-ой. А вот вам и Уолкер сейчас пропустит. Конечно же он пропустит. Конечно же он пропустит. Ну, конечно же он пропустит, блядь. Первым же ударом в створ. Первым же ударом. Так, ты киков и там делал. Давай, сейчас я тебе покажу, как их надо делать. Правильно, братан? Вот так вот делаешь? И вот так вот делаешь. Вот так вот примерно надо делать. Примерно вот так вот, да? Учись. Учись, как говорится. Собственно, он хотел киков сделать, пацаны, увидел. Смотрите, он пытается сейчас сделать киков, но у него не получается. Так, буфон еще снова таранит. Буфон еще снова отбирает. Бля, какой гений я в ахуе. Не, ну я уж не знаю, что говорить. Опять буфон еще, блядь, опять отбор. Какой провал, бля, пожалуйста. Ой, я подвинул, я подвинул. Возможно, благодаря этому он и сделался. Так, Кэмпбелл по С99, проверяем, проверяем. По С99, блядь, реально по С99, блядь, реально по С99, как бежит. Еб в ахуе, никто остановить не может. Ну вот если бы он еще развернуться смог бы, а так, конечно, да. Так, ну что он, бить будет, да? Да нет, тут Волкер. Что там произошло? Бать, он впечатался в штангу. Ну нет, ну нет. Ну я знаю, что он пропустит уже по умолчанию. Ну типа, блядь, я... Я как будто с пустыми воротами, блядь, нахуй играю. Так, неужели будет мой любимый счет 3-3, пацаны? Ну нет, блядь, как это проходит? Ну как это, блядь, проходит? Так, короче, два долбоеба, вы меня заебали. Давайте осемен и тебя гасили. Я, блядь, не могу, нахуй. Это невозможно, блядь, с этими долбоебами играть. Сейчас, блядь, классные замены понаделаю тебе пизда, блядь. Ну все, ты меня разозлил, братан. Все, блядь, ты попал. Ты добъёбался, блядь. Чел, блядь, 3-0 проигрывал, да, если я не ошибаюсь, блядь? Тут 3-3. Ну все, блядь, тебе пизда, нахуй. Готовься. Береги жопу. Летит два первых киков сейчас. Бля, кому давать? Кому... ДАВАТЬ! Блядь, я не знаю, некому давать. Я просто уже решил уебать, блядь. В надежде, что какая-нибудь хуйта залетит. На нахуй, блядь. На нахуй. Что там, празднование смотрел? Давай попразднуем. Ууу, давай попразднуем. Ща, блядь, забьем красотулю. Вот так вот делаем. Вот так вот принимаем. Вот так вот отдаем. И бейкер, блядь. На нахуй. Охуеть, блядь. Пиздец. Ну что за обидное дерьмо, блядь. Такой красивый гол еще мог залететь от бейкера, блядь. Так, здесь буфон еще. Тут без шансов. Что такое? Ну что такое? Не на последних минутах. Ну, блядь, ну все. Отскоки на ногу летят. Отскоки на ногу летят. Два отбора сделан не отлетело. Конечно же, блядь! Ну сколько отскоков на ногу ему полетело, блядская игра. Заебала ты меня. Ну все, пацаны, это стена. Бля, повезло. Просто повезло, блядь. Есть удача на моей стороне. Бля, я не хочу допы играть, пацаны. Я не хочу допы играть. Просто вот не хочу и все. Придется играть допы, пацаны. Как бы мне не хотелось. 15 ударов у меня. 15 ударов у соперника. Я в шоке. Что за матч сумасшедший? Бля, у него Анри вышел? Или он у него был? Я чуть не помню. Ой, блядь, еще одна перекладина. Пацаны, ну слушайте, игра мне как бы намекает. Братан, мы тебя, конечно, душим. А в сайт, блядь. Пиздец, как мне везет, пацаны. Надо забивать, нахуй. Я ничего выдумывать не буду. Я просто бегу. Просто простреливаю. И просто Тиаго Сильва мой самый лучший суперсап забивает. Респект. Кому-то на кубке FIFA повезет. У Челси атака охуенная. Опа, киков сделал. Бля, он прошел еще. Лол. Ну-ка, блядь. Так, давай. Ляо побежал. Лучший футболист по меню киберспортсмена из восьмого дивизиона. Прострел. Бля, какой хуевый прострел. Не, все-таки я придерживаюсь мнения Финита, что это худшая карточка в игре. Нахуй ты на паузу жмешь. Ой, блядь. Буфонище, господи. Какие у него отборы. Ну, это просто фантастика какая-то. Надо после матча потом посмотреть, сколько он отборов сделал. Ну, это лучший игрок матча по-любому. Я столько отборов в одном матче от одного футбика не видел никогда. Опа. Все, пацаны. Это надо хоронить. Хоронить. До свидания. Давайте потенцим, потанцуем. Он повторю смотрел, пацаны. Всю паузу ждем, пацаны. Соперник, видимо, сейчас какие-то киберспортивные перестановки сделает. Ой-ой-ой, Лукаку вышел у него. Ну, ты в своем уме, братан. Тебе надо выигрывать, а ты Лукаку выпускаешь. Лукаку уже травмировался. Он только вышел, блядь. Блядь. Ну, соперник гений, базарный. Юмтити. Юмтити. Оп. Ой-ой-ой, Юмтити. Как он просто разъебал вратаря. Хэт-трик от Юмтити, пацаны. Так, ну, сейчас такую красотулю забьем. Вот так вот сделаем. И вот так вот. Почти. Юмтити, Юмтити. Еще один гол. Что за машина эта Юмтити? Я за него раньше вообще не играл. Оказывается, смотрите, как он реализует все мастерски. Все, КГ соперник. 4-8, блядь. 4-8. Что за сумасшедшая игра? Я выиграл 3-0. Вроде как, если я не ошибаюсь. Потом он закомбетчил. Потом 4-4. И в допах 4-8. Что за игра невероятная? Кто эти сценарии продумывает? Так, у меня лучший игрок матча. Это Юмтити. Естественно. Магуайр 3 голешника также забил. Тяга Сильва 1 плюс 1. Бля, вот я не понимаю. Как работает эта игра? Смотрите. Я восхищался Буфоном на протяжении всего матча. А он практически худший игрок матча. Как это работает? Так, что же нас ждет дальше? Уолкер против Уолкера. Наконец-таки. Это случилось. Я встретил достойного соперника. Так, окей. Мой Уолкер уже сделал сейв. Так, побежали. Бля, ну это гьется. Я, блядь, что-то вообще не кайфую от этой карты. Прям какая-то срань полнейшая. Просто вот тупо болваночка, которая бегает по полю, ни хуя вообще не делает. Ну а сейчас бегу, окей, я бегу. Смогу ли я отдать пас? Ладно, хорошо. Пас он отдал. Ох, блядь, и Уолкер делает сейв. Че? Блядь, что произошло в этом матче, пацаны? Уолкер какие-то невероятные сейвы делает. Давай, Магуайр. Магуайр! Хорошо. Ну, долго это не могло продолжаться. Как его Уолкер пропустил, так моментально и мой. Может, знак солидарности, а хуй его знает. Сегодня какие-то душные отборы. Типа обычно я захожу там, ну, в среднем делаю 8-2, иногда 9-1. Сегодня какие-то прям супер душные соперники. Ну, либо из-за того, что у меня команда такая рафлянная. Поэтому так все получается, хрен его знает. Так, ПС-99 побежал. Побежал ПС-99. Ну-ка! О, господи, какой плохой удар Кэмпбелл. Охуенные отборы на ногу, блядь. Отскоки точнее. Классика. Блядь, что происходит? Блядь, господи. Я, блядь, с ума схожу уже. От происходящего в окружении. Так, что происходит? Что было, блядь? Вставай, Харри. А, я Кейна травмировал Уолкером. Чего? Так, вот оно. Русильон. Руси. Блядь. Ну, вот это типичный Уолкер. Вот что он сейчас пропустил? Я не знаю, кто в здравом уме будет этой карточкой играть, рассчитывая на результат. Может быть, он тоже там первые матчи им играет. Но это прям ужаснейшая карточка. Так, Кэмпбелл крутится в штрафной соперника. Лол, он сейчас сейв сделал. Он как будто пытается каждый раз меня переубедить в своей никчемности. Вот я начинаю хуйсосить Уолкера. Он такой, оп, сейв сделал. Оп, второй сейв сделал. Типа, так, он побежал за Уолкера, пацаны. Ну, найстрайк, как говорится, но... Да, выебывался. 3-1, пацаны. Соперник не выдержал. Чувствую, после этого матча он пошел продавать своего Уолкера. Так, финал достигнут, пацаны. Ой, 7 матчей аж сыграл. 5-2 стата. Ну, по итогу я остальные 3 матча доиграл без записи. С легкостью сделал 3 победы подряд. Точнее, 3 рычкуита подряд. Общая стата 8-2. В одном из матчей Магуайр вот такую вот красотулечку положил. Гляньте, какой лонгшотер. Так, давайте подводить итоги, друзья. Русильон. Классная карточка за свои там 80 тысяч. Он может сыграть на ПЗ, на ПП. На ПП, наверное, не использовал бы, но на ПЗ почему бы и нет. Балок на ЛЗ, пацаны. Это худшее, что я мог вообще придумать. Точнее, это не я придумал, это придумали электроникарция. Я повелся, купил, думал, классная карточка. Но на ЛЗ даже близко его ПС-95 не чувствуется. Максимум, там, потолок 8-25. Бегает медленно, тяжеленный. Просто жуть. Поэтому эта карта не стоит абсолютно ничего. 0 из 10. Байкер. Хороший проверенный боец. В принципе, про него мнение вы и так уже слышали. Вполне себе добротный центральный защитник. Мое почтение, пацаны. Буфон еще на ЦЗ приятно удивил. Своим ростом, своим корпусом. Уоркрейты отличные. Пихается, толкается. Прямо, ну, прям в лучших традициях ван Дайка. Так, друзья, давайте перейдем к центру поля. Луиш Фигу. 7 матчей, 0 плюс 0. Я вот, честно, даже не вспомню ни одного момента с этой карточкой. Типа, что-то был, что не был. Просто пустышка. Невидимка. Называйте, как хотите. Карта стоит 330 тысяч. Это, к слову, самая дорогая карточка в моем составе. Никак себя не проявил. Не знаю, может быть, мне не повезло. Может, у кого-то... Это просто невероятный цепешник. Но конкретно в моем скваде его вообще не было заметно. 0 из 10. Зедоров. Чуточку получше был. 1 плюс 1. Он хотя бы отборы делал какие-то. Так, Гетса. 7 матчей, 2 асиста. Просто пустая болваночка, которая бегала по флангу. Тоже ничего сказать не могу. Пепе, который также отбегал на фланге. 1 плюс 3. Ну, чуточку лучше. Хотя, опять же, не могу ничего прям сверххорошего сказать про эту карточку. Обычная затычка, так скажем. Так, ну и переходим к ключевым позициям. 2 страйкера Кэмбелл. 7 матчей, 4 плюс 5. Ну, казалось бы, неплохая стата, типа, но... За эту карту играть я вам не рекомендую. Крайне не рекомендую. Просто пососня полнейшая. Конечно, какие-то галешники он там забивал, но с своим завершением 86 это просто ужас. Но при этом бегает на 99. Ну, типа, реально. Он берет мяч и просто херачит, как электричка. Возможно, на фланге по фану за него побегается. Но, опять же, ты вспоминаешь его модельку, там, вспоминаешь его рост, насколько он тяжелый. Я не знаю, для кого делать такие карточки. Одно дело, если бы они еще хотя бы пятерку на финтики накинули, чтобы хоть как-то компенсировать эту вот тяжесть. Но нет. Ну, и Магуайр, пацаны. 7 матчей, 10 плюс 3. Противоречивая карточка. Вот, отыграв за него все матчи, я параллельно вспоминаю, какие он моменты руинил. При этом я вспоминаю, как отлично он фнишоровал. То есть, ну, типа, и голы забивал, и мазал, и что-то вот непонятное, блядь. Ну, просто рофлокарточка. Вот за него хотя бы весело было играть. 7 матчей, 10 плюс 3. Слабое даже ощущалось на пятерку, как будто бы. Там он слева и хорошие галешники забивал. В целом, если меня спрашивать, наверное, по большей части мне эта карточка понравилась, нежели не понравилась. То есть, это вот что-то похоже на Райкарда, но чуточку похоже. Вот Райкард на голову выше Магуайра. То есть, Магуайр это где-то 7 из 10, а Райкард 10 из 10. Но при этом, опять же, по фану поиграть, потому что это Харри Магуайр, типа, лол, кек, чебурек. Ну, и, собственно, Уолкер, блядь. Как же я тебя обожаю, блядь. 0 из 10. Это абсолютно точная карточка, не для вратаря. Супер много фейлов он делал, рост 1,83 м, сами понимаете. Типа, да, мы ее очень долго ждали, дождались и обосрались, как говорится. Но при этом он делал периодичные какие-то сейвы, при виде которых я такой, ничего себе, эта карточка так умеет. На постоянку, на результат эту карточку, конечно, использовать тоже не рекомендуется. А рофла ради, чисто поприкалываться, не более. Все, друзья, вот такой вот долгий, насыщенный видеоролик получился. Любители геймплейщика, порадуйтесь, как говорится. Надеюсь, вы кайфанули вместе со мной. Если это так, то по традиции попрошу от вас 6000 лайков, для того, чтобы я понимал, что геймплейные ролики должны жить. И оставить какой-нибудь приятный комментарий. А с вами был я, Панус Фэксович. И всем спасибо за просмотр. Чао, какао.